всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и мы снова решили поехать в лес поехать уже все семьей с нами решил съездить муж он был свободен там почему от работы скажем так и сказал что тоже хочет походить по лесу погулять вместе с нами и младший сынок конечно старший сынок но мы такие еще знаете грибники приехали в лес в девять часов утра обычно все вот кто прям так вот прям идет идет за грибами знаете встают там в пять в шесть утра и уже выезжают в лес ну прям рано-рано утром чуть ли никогда темно еще вот но мы ехали недалеко от того места где мы живем и как бы пока встали пока собрались в общем решили таким образом сходить в лес соответственно прогуляться я озвучиваю эти кадры за кадром масло масляное извиняюсь вот так получилось что у меня произошел какой-то сбой немножко в общем непонятно мне забыла заполнена память и в общем что-то где-то пошло не до этого пользовалась наушниками может где-то где-то что-то пошло не так я некоторые кадры где звук хороший запись звука хорошая я их оставлю конечно же с оригинальной версии он там у меня как раз старший сыночек младший бона папа там тоже ходит вот в общем на самом деле это уже третья наша поездка с собаками в лес и бона уже себя как бы лучше чувствует как я говорила предыдущие разы что для моей старшей собаки поездка на машине означает поездка к ветеринару поэтому очень сильно именно распоряживалась что его ее посадили в машину и видно из-за этого она просто у нас прямо на нервной почве скажем так и не смогла нормально походить по лесу в общем хочется поделиться с вами кадрами с нашей лесной прогулки собрали мы грибов не очень много я вам потом тоже покажу вот но лес у нас очень очень красивый и я обожаю обожаю гулять в лесу несмотря на то что я очень боюсь клещей как многие наверное но мы всегда когда ходим в лесу мы всегда обрабатываем одежду чтобы да вот специально вот этими как-то я забыла как называются эти спреи от клещей и также я обрабатываю собак есть специальные тоже подобные спреи которые вот ну чтобы клещи скажем так не прицепились вот тоже обрабатываю и вот сколько гуляем слава богу еще ни разу ни на кого клещи не напали хотя сейчас как бы середина сентября ближе к концу сентября это самое то время когда активизируется и клещи всякие блохи и и тому подобное поэтому нужно быть очень и очень аккуратно вот здесь вот я как раз нашла какой-то грибок это поганка какая-то была вообще есть такие с виду грибы с виду поганки на самом деле они называются колпаки вот здесь вот сыроежки их на самом деле сыроежек очень много но я просто их нужно чистить нужно снимать вот эту пленочку с со шляпки да и их еще трудно довести вот здесь вот кстати уже напала я на подберезовики один вот совсем такой гнилой поеденный вот остальные там пособирала так вот сыроежки они еще такие достаточно хрупных хрупкие хотя их можно сразу же отварить и ну как бы съесть грубо говоря я их не собираю потому что я буду чистить одна у меня никто мне не поможет с чисткой потому что не любит поэтому я сказала все сыроежки не собираем потому что чистить я их не хочу а все остальные вот эти вот подберезовики подосиновики я их сушу мы их особо чистить только ножку надо почистить и все это вот я сейчас подберезовик нашла джучка моя тут бегает джуси наши очень нравится в лесу прям очень она просто как я не знаю лисенок какой-то все бегает бегает прям набегаться не может вот здесь вот еще кстати подберезовики вот набрела на одно такое местечко где вот просто вот они поляночкой такое стояли он правда поеденный но все равно я его забрала посушу мне будет отлично видите вот еще один подберезовик поэтому мне очень понравилось споры по поводу того как нужно срезать ножом или срывать как я срываю грибы я уже на эту тему говорила не раз что каждый делает по-разному каждый считает по-разному где-то я вообще находила информацию что срезать ножом как раз таки наоборот может загнить сама грибница но если посмотреть именно схему как зарождается сама грибница то можно увидеть что срыв гриба гриба самого да ни на что не влияет вообще ни на что не влияет поэтому поэтому вот так вот я делаю так как делала всю свою жизнь когда была маленькой их собираю очень грязные то есть я собираю вот эту всю грязь все приношу в пакете потом дома уже чищу можно сразу же почистить и сложить корзинку у нас есть корзинки но я их никогда не беру потому что они мне постоянно мешаются и как-то вот мне проще пакетик тем более если вдруг я не найду никакие грибы я просто выйду без всего они с пустой корзинкой с пустой корзинкой такая история мне очень нравится вот это кстати тоже подберезовики вот такие с белой шляпкой мне очень нравится подберезовики они такие плотненькие и они не превращаются в такую кашу вот шляпка не превращается в кашу когда их отвариваешь вот но я тут сигар все вот эти подберезовики все 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 я буду сушить он тоже глядишь вот такой вот он беленький круто джузька прибежала к нам джузька мы грибочек нашли да теперь у нас вон сколько грибочков уже и белый наконец-то да бона иди иди еще ищи еще ищи где белые грибы бона давай а еще мы нашли поляну мухоморов вон какие классные него тут один красавцы прям как какой там как в сказке да как в сказке волночка с вами тут и маленький мухоморчик полянка мухоморов красота но этот раз мы больше нашли грибов очень да потому что до этого ходили вообще ничего не находили так бонни не перепрыгнуть пойдем обойдем это боль не перепрыгнуть волос не может перепрыгивать деревья бедняга гуляем все уже устали уже идем в сторону машины ну что приехали мы домой вот такой вот улов всего лишь один один маленький белый ну что же делать сколько есть вот я этому на самом деле рада подберезовики и в общем все остальные грибы все что я нашла там масленок тоже я их почищу и посушу волнушки я замачиваю на сутки на стать начищу замачиваю воде на сутки и потом отвариваю и замораживаю вот на зиму а вот это вот у меня масленочек как раз таки вот его я тоже отварю вот и заморожу вот мне очень нравится волнушки кстати вот у меня такая техническая кастрюлька и это моего суховея так что сейчас сяду и буду работать скажем так вот джузька моя в общем собак тоже накормила все устали и здесь мой букетик мои гладиолосы многострадальные в этом году они мне очень плохо росли всего лишь зацвело три вот такого цвета который был у меня тоже прошлом году и они у меня там немножко погнулись от дождей от ветров и я их решила срезать и поставить чтобы они радовали меня на кухне на нашем обеденном столе вот очень люблю гладиолосы вот люблю розы и гладиолосы я не знаю вот гладиолос это просто не знаю очень красивые для меня цветы я все хочу развести разных разных расцветок вот покупала в этом году но что-то они мне не выросли и еще хочу вам показать сегодня свой заказ выберлик значит я заказала с доставкой в общем служба доставки от почты россии вот получается недорогая доставка и привезли мне прямо домой привезли вовремя курьер отзвонился мне прямо понравилось теперь буду все время с такой доставкой заказывать обошлась она мне где-то в 200 ночью там 200 чем-то рублей доставка сама да вот давайте покажу что заказал во первых я снова взяла тапочки помните предыдущем заказе меня были такие серые тапочки которые закончились вот и я решила заказать себе вот такого плана тапочки тоже я взяла на размер размер 40 41 вот я примерила и у меня размер 39 мне конечно великовато но великовато на размер то есть это не на 41 она 40 размер но мне как раз я еще раз повторюсь я еще и носок одеваю дома когда хожу потому что я мерзлячка в общем и на кухне у нас пока что нет теплых полов вот муж займется обязательно сделай теплые полы но пока пока нет вот и соответственно так как я тусуюсь на кухне до в основном вот у меня такие тапочки вообще все обожаю такие тапочки цвет такой да такой фиолетовый какой-то мне очень нравится в общем они мягенькие очень удобные прикольные вот артикулы как всегда я вам все ссылки артикул оставлю внизу инфобокс также я решила взять пробовать вот такой туши она была там по акции за 170 общем не больше 200 рублей это с той же линейки которую беру все время я я беру в красной упаковке вот эту тушь а это новенькая вот артикул 52 38 сейчас у меня закончится предыдущая я попробую вот это вот может быть мне тоже понравится это объемная тоже считается но по узовам там девочки писали что придает и объем и удлинение в общем попробуем и снова взяла вот эти вот лопатки для кухни мне очень они понравились вообще и вот эта ложка и вот эта лопатка я заказала себе еще две я их мыла в посудомойке с ними ничего не стало они вот здесь вот не пригорели хотя они вот здесь вот очень такие видите мягенькие это очень удобно ничего не царапает не в общем супер вот вообще очень советую если вы заказываете фаберлик обязательно скажите вот эти вот лопаточки вот это очень удобно когда там что-то тушите до перемешивать вот а вот этой когда жарю в общем у меня теперь по две вот такие лопаточки и еще я взяла себе вот такую поварежку тоже удобно я такой блинчики наливают а и она вот здесь вот тоже видите такой край как прорезиненный очень классно в общем тоже у меня есть поварешка но ее надо реально заменить вот и вот на смену и вот такой венчик у меня просто металлический сейчас в ходу венчик вот точно такой же дал там блинчики делать в общем смешивать что-то да и я взяла так я купила же себе такую стеклянную мисочку и конечно по стеклянной мисочке металлическим венчиком то еще удовольствие поэтому я взяла вот такой прорезиненный вот такой мягенький но должен быть должен быть удобный в общем в общем на кухне обновления у меня ну и конечно же бытовая химия куда я без нее во первых взяла вот этот стиральный порошок мне он нравится в особенности он хорошо работает вот с таким пятного водителем то есть вот вместе это вообще прикольная вещь мне очень нравится действительно его нужно мало и вот этого мне надолго хватает с учетом того что я часто очень стираю и вот такой пятновый водитель для суперсила против пятен удалять свежие застарелые пятна следы пота вот следы пота вообще идеально манжеты воротнички вообще идеально свежие пятна тоже даже свежее пятно от ручки сына вот у меня до старшего удалил вот застарелые пятна не всегда удаляется в зависимости от пятна но мне очень нравится спортивную одежду мужа сына старшего да вот попрыскал чтобы удалить следы пота следы дезодоранта вообще на ура удаляет вот ну соответственно я все время беру и взял основу то есть вот так вот например вот эта троица вообще идеально работает мне очень нравится также взяла освежитель воздуха который очень нравится по аромату моим детям я взяла вот такой весенние цветы и свежесть фруктов мне кажется я все время беру вот именно такие свежесть фруктов и весенние цветы это у меня на втором этаже там у меня чаще в том в той туалетной комнате находятся дети да и вот они его просто юзает и вот такое у меня на первом этаже потому что на первом этаже у меня туалетная комната розовая вот и мне как раз подходит и еще взяла вот такой вот нейтрализатор запахов то что никогда не брала но попробуем видите нежный хлопок защита от неприятных запахов но во-первых у меня животные там эти стойкие резкие неприятные запахи но например там на кухне когда утром разделаешь я почитала что здесь можно обрабатывать не только но то есть не только воздуху распылять да но и на ведь увлажнение воздуха и осаждение пыли шерсти аллергенов быстрое устранение любых нежелательных ароматов в доме в офисе в машине тоже видите очень классно так как я с собаками да езжу в лес то для меня это вообще актуальная тема длительное освежение водное в общем можно и наносить эти животных табака грязного белья сырости бензина в общем отлично вот можно наносить его и на как бы на обивку например да или что-то в этом духе в общем попробую вот но если мне понравится я конечно же еще одну такую закажу что у меня на первом на втором этаже было и может еще и машину вот и заказала еще для ножек вот такие вот крем ушки я уже брала подобные но брала просто типа типа ночного крема для ног или что-то такое или ночной крем это для рук был в общем вот это про ноги серия мне очень нравится я взяла вот такой бальзам для усталых ног потому что иногда бегаешь целый день и в устаешь вот чтобы вечером нанести и вот такой вот крем маслом для ног вот потом расскажу как понравилось или нет но вот эта серия про ноги про руки мне очень нравится у них очень классная вот это про руки ночная маска для рук она очень классная вот всем света ну и конечно же здесь каталог вот который я обязательно тоже полиста посмотрю что новенького появилось вот обязательно обязательно вот но вот эти вот штуки прям очень советую добротно качественно сделано мне понравилось и не испортилась не посудомойки него не вот здесь вот не пригорело так что прикольно так что вот такой вот у меня был заказ выбирали как всегда все ссылки вам оставлю внизу он в боксе ну а вечером мы решили немножечко поразвлечься сходили в кино здесь по понятным причинам уже я озвучиваю за кадром потому что потому что нельзя оставлять оригинальную версию да вот босс молокосос вторая часть и очень кстати прикольный мультик нам очень понравился весь семьей с огромным удовольствием его посмотрели вот прям ну такой классный вот такие детки с большими глазками и рыбка вот это вообще нечто да девочки вот в общем очень понравился мультик ну и потом мы решили пойти в ресторан папаша клаус очень кстати нравится этот ресторанчик моему мужу вот и тут немножко поснимала меню как-то меня однажды просили если кому интересно нажмите на паузу посмотрите я не скажу что очень дорого есть намного дороже у нас санкт-петербурге вот такой вот прекраснейший вид финский залив и вот там как раз газпром газпром арена дали как она называется или зенит арена в общем-то футбол играют в общем вы поняли не забыла что очень голову влетела как она называется вообще мне что-то все записывать надо очень нравится мне кстати обстановка в этом в этом ресторанчике так очень мило и уютно на мой взгляд ну так не знаю очень классно сделано достаточно большое помещение обсказала огромное тут мы сынурка моим старше у меня не хочет сниматься он сказал только закадровый голос можно и все вот очень красивый вид может тут вечером поэтому очень классно и здесь вот такой мост пешеходный сделан туда и стоят кстати вот эти самокаты которые эти электросамокаты напрокат очень кстати хорошая идея вот такая такое у нас блюдо это какая-то пивная закуска картофель фри пиво я конечно же пиво какой-то вишневый или что-то то в этом духе муж у меня за рулем ему нельзя никому нельзя кроме меня младший наггетс и свою тарелку я забыла заснять у меня там тоже какой-то салатик был вот ну и теперь мы возвращаемся домой уже и ну и я на сегодня тоже с вами буду уже прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте что все ссылки фаберлик я оставила вам внизу в инфобоксе так что переходите смотрите всех люблю целую и до новых встреч фаберлик Субтитры подогнал «Симон»